Всем привет! В марте мы выкинули свою старую кровать и купили новый раскладной диван от Ascona, на котором теперь спим. Прошло уже почти полгода с момента покупки и я могу поделиться отзывом, рассказать о всех плюсах и минусах. Итак, диван называется Karina, обшит бежевой антивандальной тканью, вышел нам примерно в 70 тысяч рублей. И сначала я расскажу о плюсах. Во-первых, у него нереально крутой матрас. Это не тот жесткий, неудобный диван, на котором я спала в детстве. Здесь ты спишь на настоящем полноценном ортопедическом матрасе. По сути, диван полностью заменяет обычную кровать и ничем ей не уступает. Я помню наши эмоции, когда мы первый раз поспали на этом диване, мы лучше выспались и на утро не болела спина. Второе, у дивана есть выдвижной ящик, в который можно складывать, например, постельное белье, когда ты этот диван собираешь. Ну или хранить там какие-то пледы или любые другие вещи. Третий плюс это качественная антивандальная ткань. Мы особенно обращали внимание на выбор ткани, потому что, как вы знаете, у нас есть кошка, которая любит играть, беситься и запрыгивать на мебель. Мы, конечно же, стрижем ей коготки, но они все равно достаточно острые. И за те полгода, пока диван стоит у нас в квартире, она его не разотрала. Конечно, когда она запрыгивает на диван, на нем остаются вот такие следы, но они легко разглаживаются рукой. Четвертый плюс это хорошее качество дивана в целом. За те полгода, пока диван у нас стоит, у него ничего не скрипит, не шатается и не отваливается. Механизм работает хорошо, но было бы странно, если бы диван за такие деньги развалился в первые полгода. Пятое. Нам нравится его дизайн. В диване нет ничего лишнего и он подойдет практически под любой интерьер. И это мое субъективное мнение, потому что в комментариях к статье некоторые писали, что диван ну вообще не выглядит на 70 тысяч. Мне просто интересно, как тогда должен выглядеть дорогой диван. Может, на нем обязательно должны быть золотые цветочки, а если их нет, то диван автоматически становится стрёмным. Ну, в общем, напишите в комментариях. Еще один важный нюанс в дизайне этого дивана. Он хорошо выглядит со спины. А это важно, потому что диван у нас стоит посередине квартиры и его видно со всех сторон. А в других диванах мне не нравилась страшная техническая обивка сзади. То есть, такой диван можно было бы поставить только у стены. Теперь перейдем к минусам. Первый минус, скорее всего, больше связан с нашим просчетом, а не с самим диваном. Мы посмотрели на диван в салоне и решили, что легко соберем его дома сами. Зачем переплачивать за сборку? В комплекте с диваном была подробная и понятная инструкция, но мы все равно проводились со сборкой примерно 4 часа, а может даже 5. При сборке дивана оказалось, есть много нюансов. Какие-то механизмы нужно смазать, какие-то подкрутить, какие-то ослабить. Нужно правильно установить чехол, чтобы диван нормально собирался и разбирался. Второй минус. Это скорее кровать-диван, нежели диван-кровать. То есть, на нем очень удобно спать, но не очень удобно сидеть. У него весьма странный угол наклона, и при сидении ты как будто бы скатываешься вниз. Возможно, это просто дело привычки, потому что мы собираем диван в такое положение очень редко. В основном мы на нем просто спим. Третий минус, который я заметила. Диван тяжело собирать одной. Почему? Диван стоит у нас посередине квартиры и не упирается сзади в стенку. Поэтому, когда я его собираю, он укатывается вперед. Но если сзади будет кто-то его придерживать, то тогда диван легко соберется. А когда дома никого нет, приходится помучиться и собрать диван самой. Одной рукой ты держишь диван, чтобы он не уезжал, а другой стараешься его собрать. Ну, это очень неудобно. Мне диван очень нравится, и он отлично заменяет нам кровать. И, кстати, на месте старой кровати у нас теперь гардеробная. И даже если бы я знала все эти минусы заранее, то все равно, скорее всего, остановилась бы на этом диване. Если у вас есть вопросы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Надеюсь, мой отзыв был для вас полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.